Я всех приветствую! Сегодня я записываю интервью с Еленой Путятиной, психологом модальности транзактный анализ, проживающей в Праге. И темой нашего интервью «Эмоциональное насилие и абьюз в отношениях. Как распознать абьюзера». Елена, здравствуй! Привет, Аня. Привет. Рада встрече в эфире. Мы с тобой уже делали одно интервью. И я очень рада, что мы решили эту традицию продолжить. Продолжить, да. Я тоже очень рада. Елена, давай тогда прямо приступим. Это такая тема. У меня записано несколько интервью по теме и абьюза, и газлайтинга, и токсичных отношений. Давай начнем с того, что... Дай, пожалуйста, определение. Что такое для тебя абьюз? Да, сейчас дам определение. Объясню, как я это слышу, понимаю. Немножко хотелось бы такую маленькую предысторию, да. Почему я согласилась на это интервью? Ты как раз говоришь, что очень много материалов. И ты, в частности, это делала в несколько интервью на эту тему. И когда поступило тебе предложение, я испытала такие двоякие чувства. Мне очень хотелось согласиться, потому что мне нравится быть в контакте с тобой, делать общее дело с тобой. А с другой стороны, я подумала о том, что действительно столько сейчас материалов. Уже кто только не трубит, на каком углу об этом абьюзе и так далее. И, в общем, этот абьюз, абьюз уже, мне кажется, уже в пылинке в каждой люди начинают через лупу рассматривать этот абьюз. И когда я так засомневалась, немножко как бы обесценив вот это вот свое участие в этом, знаешь, как жизнь нам всегда подносит такие вот моменты, прям как-то она стала мне привносить в клиентскую практику людей с такими кейсами, которые прям, где был и жесткий абьюз, и где был такой очень изощренный абьюз. И поэтому я сказала себе, что, Лен, ну невозможно уклониться от того пути, который тебе жизнь толкает. Поэтому, что ж, будем говорить об абьюзе. Ну, абьюз, это, знаем, что переводится как насилие, да, я его как трактую для себя. Это такое вот насилие, как некое ущемление, некое использование другого человека, ущемление его в его правах, вообще в его каких-то потребностях, да, и использование человека в своих, ну, в каких-то своих целях, да. Есть такое известное, ну, манипуляция, да, своего рода. Есть такое известное колесо Дулута. Я не знаю, может, слышала ты об этом или нет. Это вот такая, ну, 86-й год, уже прошлый век, кажется, так давно, в штате Миннесота в Америке, в городе Дулута, была создана организация по борьбе с домашним насилием. И вот они, несколько организаций у нее вошли, и они выработали такую, ну, как чек-лист, что ли, да, где они описали, что это такое вообще абьюз, какие признаки абьюза. И вот выглядит это колесо Дулута как некое, как известно, колесо баланса. То есть оно делится на 8 частей, как такой пирог, да. И если посмотреть на него, то там слово «использование» звучит в 6 из 8 раз употребляется. То есть там использование, например, принуждений и угроз, там, не знаю, использование детей в каких-то манипуляциях. То есть вот это вот использование в своих целях, это и есть вот такой абьюз, принудительное использование другого человека. И, ну, вот, пожалуй, то, как я это вижу, понимаю. Я бы еще, знаешь, мне очень нравятся метафоры, я бы еще абьюз описала через метафору, потому что определения очень часто, они как-то из школьной программы, помнишь, заставляли учить правила, они вроде как выучишь, потом она куда-то выветривается. А метафора, она идет на более глубинный уровень, там остается для меня, когда я подумала, что это такое для меня абьюз, у меня возникло ощущение такой вот паутины, паутины абьюза. И муха-цкатука вылезла детская, которая попала в эту паутину, она и хотела бы вырваться. И чем больше она начинает дергаться, тем больше она как бы туда закручивается в ней, обклеивает эту паутину, затягивает ее. И как будто бы и видно, что есть вокруг кто-то, кто мог бы и крики о помощи могут раздаваться. Но вот это ощущение ловушки, что ты попал в эту паутину, и ощущение вот от этого абьюза, что вот если мы опять через метафору идем, эта муха становится неким таким контейнером для абьюзера, для паука, который будет ее высасывать, который будет использовать, высасывать ее ресурс. И в общем, в какой-то момент эта муха от нее останется, по сути, одна какая-то сухая безжизненная оболочка. Поэтому вот если так абьюз понятней, то через метафору. Ой, спасибо, спасибо. Ты такую классную метафору дала. А скажи, пожалуйста, сейчас же очень часто используется такой же термин, как эмоциональное насилие. Эмоциональное насилие – это для тебя то же самое, что и абьюз или нет? Вот ты сама сказала слово «насилие», эмоциональное насилие. То есть да, это тоже абьюз. То есть абьюз, можно сказать, такое вот широкое понятие, такая какая-то вот, как называется, территория, я бы сказала. А вот дальше мы ее можем делить на эту карту. Вот есть карта и территория, понятно. Это как территория абьюза, а карта, она уже делит нас на какие-то, не нас, а эту территорию, на какие-то участки и сегменты. И вот эмоциональный абьюз – это один из сегментов, где используется эмоциональное насилие путем каких-то эмоциональных средств. Это мы можем рассмотреть различные эмоциональные уловки, когда это не физическое насилие, человека не бьют, его не насилуют, ему не наносят повреждения, его телу, но наносят его повреждения, я бы сказала, эмоциональному телу. И это очень такое, знаешь, понятие, которое люди очень часто не замечают. Проще заметить физическое насилие, потому что у него есть следы, да, это могут быть, я не знаю, сломанный нос, разбитая губа, какие-то синяки и так далее. А если представить, что эмоциональный абьюз – это то же самое, но, так сказать, на эмоциональном теле человека, то сразу становится понятным, потому что даже, мне кажется, эмоциональный абьюз по мощности, по интенсивности, он гораздо сильнее, интенсивнее, чем бывает, чем физический абьюз. Я своим клиентам предлагаю в таком случае сделать упражнение, найти какой-то шаблон человеческого тела, буквально контур человеческого тела, и нанести на него эмоциональные травмы. Вот меня оскорбили, например, красным там закрасить кусочек. Я предлагаю либо красным, либо чёрным, да. Красным – это как рана кровь, чёрный – это какое-то такое, что такое тут омертвевшее, мертвенное, да. Такой вот чёрный ассоциируется у нас с горем, с трагедией, с умиранием, да. Я предлагаю нанести, можно обоими цветами, эмоциональные шрамы, эмоциональные раны, эмоциональные синяки, эмоциональные переломы, где тебя лишили чего-то, где тебе сказали, что ты вообще ничтожество, где ударили по твоей самооценке, где тебе сказали, что если ты уйдёшь, то я лишу тебя детей. В общем, мы знаем достаточно много таких примеров. И если вот этот список того, от чего тебе было плохо, эмоционально выписать, а потом его зарисовать в виде вот таких вот элементов на контуре тела человека, то тогда становится прям визуально видно. Ну ничего себе оказывается, сколько у меня всего. И это очень важный момент. Увидеть это, выгрузить из того, что вот наши мыслемешалки там крутятся, и у нас есть же много психологических защит, когда мы говорим, ой, да ладно, да это он в плохом настроении был, или ой, да ладно, ну мало чего не бывает с человеком. О, это там на рабочем понервничать, это на дороге там в пробке, кто-то там на него подрезал его, и поэтому это случилось здесь со мной, да. Но на самом деле, если это всё выписать, выгрузить, и увидеть, и нарисовать, это то становится очевидной правдой, от которой нельзя отвернуть глаза. И тогда с этим придётся что-то делать. Ты знаешь, я, наверное, лет восемь там назад летела со своими друзьями в Лондон, и у меня было с собой две книги в самолёте, и они обе были по эмоциональному абьюзу. И вот мой очень хороший друг, один из самых лучших, зубной врач, попросил у меня вот одну эту книгу, и стал читать. Вот мы прилетели в Лондон, он говорит, а он просто такой спокойный, редко таких людей увидишь. Меня он никогда ничем не обижал, не оскорблял. И он говорит, я вообще понял, что как часто я сам использую эмоциональный абьюз и в отношениях там, например, со своим ассистентом, и с женой, которая рядом же с ним летела, и с детьми. И он человек осознанный, осознанный, и которого совершенно точно не назовёшь абьюзером. Скажи, пожалуйста, вот каждый ли из нас в какой-то мере может быть абьюзером? Хороший вопрос. Я думаю, немножечко раньше такой заход сделать. Знаешь, вот ещё люди часто не понимают, что такое абьюз. Вот абьюз, когда тебе плохо в контакте. Вот это первый, первичный, наипервейший маркер. Вот что-то происходит, и на него тебе очень как-то стало, как-то очень от этого контакта не по себе. Ты что-то почувствовал, болезненное что-то, эмоциональное, физическое уж понятно. И вот это первый маркер, когда нужно задать себе вопрос, что произошло вообще, почему, из-за чего. Там можно дальше уже разбирать, анализировать, осознавать этот момент. Но вот этот маркер нельзя его игнорировать. И когда ты говоришь о том, что вот твой друг увидел этот момент, я думаю, что действительно мы все в какой-то степени в той или иной мере можем быть, не то, что можем, я, наверное, с большей степенью уверенности скажу, что были. Мы были все где-то в чём-то эмоциональными абьюзерами. Другой вопрос, что эти вещи могли быть неосознанными, да, бессознательно мы были включены в какой-то процесс, у нас какие-то реакции могли быть, какие-то паттерны поведенческие, они первично работают, да, стимул реакции, стимул реакции. Это потом, когда мы начинаем разбирать, осознавать, мы уже можем как-то контролировать эти моменты. Но я думаю, что были у всех, да. Спасибо. Ты вот сейчас ещё говорила по поводу того, что когда мы почувствовали что-то, что в каких-то отношениях что-то возникает, нам ты слово некомфортно сказала, да, или какое слово ты сказала? Или плохо, или плохо? Я сказала бы больно. Больно, да. Как эмоционально, физически больно, вот ударили, больно, да, так эмоционально мы это чувствуем. Есть замечательная книга «Тело помнит всё», автор Вандеркок. «Тело помнит и чувствует всё». Вопрос в том, что мы часто не приучены реагировать на сигналы тела, на симптомы, но мы всегда чувствуем вот это вот, знаешь, например, как будто бы аж дыхание перехватывает, или нас как будто бы отбрасывает как-то от каких-то слов, или у нас что-то там сжимаются кулаки, или мороз по коже, или мурашки, или нас окатывает какой-то холодный, или наоборот горячей волной. Нужно учиться наблюдать за собой, и это будет как раз, ну, мы дальше, наверное, об этом поговорим. Вот эти вот признаки, наши чувства, наши эмоции, они и есть те маячки, те маркеры, которые говорят, что что-то происходит для меня некомфортное. Так со мной не окей. Так со мной не окей. Я сама просто про себя так думаю. Я себя совершенно не считаю мимозой. Мне кажется, я совсем... Хотя ты сегодня в жёлтом. Да-да-да, хотя сегодня в жёлтом. Хотя сегодня... Сегодня в жёлтом. И я довольно редко обижаюсь. Но знаешь, вот просто я так соображаю, были у меня несколько отношений с одним мужчиной, которого я бы назвала бабьюзером. И плюс ещё была одна подруга, которую тоже можно было так назвать бы. И вот я помню, как становилось больно. И я помню, что я не всегда про это говорила. Вот в чём дело. Но я отдавала себе отчёт, но я тогда говорила себе, ну, у человека там не то настроение, предположим, или человек устал, да, потому что у меня эмпатии вообще полно, я могу войти в любое положение другого человека. Или, например, у них, у обоих, кстати, было довольно сложное детство. Сложное детство, потому что кого-то оставили родители и в детдом попал, кого-то просто вот оставила мама и уехала. И знаешь, и как-то занималась таким всепрощением. А потом уже, когда стала психологией так очень усиленно заниматься, то я поняла, что на самом деле это было абсолютно неправильно такое делать. И вот скажи, пожалуйста, то, что я читала, что есть определенный тип людей, а мы сегодня с тобой больше обсуждаем отношения в паре, что есть определенный тип женщин, которые попадают в отношения к абьюзерам. Расскажи, пожалуйста, кто обычно попадает в отношения? Да, да, прекрасный вопрос, потому что действительно очень много женщин, которые попадают и не раз. И вот в этом основная, наверное, такая боль, что это становится каким-то паттерном, что женщина приходит и говорит, да что же такое, что же это за карма такая у меня, наверное, это наша горькая женская доля, судьба, там от мамы, от бабушки, это нам все передано, это терпеть. и раз за разом, с каких бы я отношениях ни была, так или иначе все заканчивается одним и тем же, да, вот так или иначе я перехожу в эту точку, меня, наверное, сглазили, или у меня, наверное, что там, какую-то порчу навели и так далее. На самом деле здесь нет никакой мистики, здесь есть сценарий, да, жизненный, который, вот этот паттерн передается как трансгенерационный сценарий, так и называется трансгенерационная передача травмы, как, почему эти женщины попадают в такие истории с абьюзерами, потому что, как ни крути, все, мы все равно вынуждены смотреть детство, где вот этот паттерн образовался в жизни этой женщины, да, мы все приходим в семью, и когда рождаемся, да, и вот этот ребеночек, который появляется в семье, он о себе ничего не знает, он инопланетянин, и он появляется в мир, вот на эту планету, и ему кто-то рассказывает о нем же, то есть мы узнаем о себе, о других и о людях, от родителей, и мы попадаем вот в это государство под названием семья, и все, что там в нем происходит, мы это впитываем как единственную норму какую-то, вот так, в этом мире вот так, значит, я в этом мире вот такой, я должен с ним взаимодействовать через вот такие какие-то паттерны, и со мной так взаимодействуют, потому что они меня видят таким, то есть мы не знаем откуда узнать про другое, потом уже начинаем подрастать, выходим в сад, в школу, в другие семьи, к друзьям, тогда мы начинаем замечать, что оказывается, что и по-другому и отношения могут выстраиваться, и так далее, но вот дело в том, что сценарий жизни закладывается до 5-6 лет, и вот он закладывается, он прописывается как какая-то такая вот, ну, как матрица, что ли, да, как плата материнская, так и звучит, прям материнская плата, он прописывается где-то очень глубоко, когда ребенок еще не осознает, а он его, опять же, этот сценарий вбирает в себя телом, эмоционально, для него родители это такие вот боги в этом государстве, или там король и королева правят, правители этого государства, значит, значит, как они себя ведут, значит, а я, поскольку ребенок себя идентифицирует с родителем, особенно с своего пола, там больше идентификация, да, естественно, по половому признаку, дальше там уже девочка с папой, там какие-то у него начинаются там прохождения разных этапов развития мальчика с мамой, да, но первично вот этот вот симбиоз, который складывается в отношениях с мамой, он такой, то, что закладывает такую базу ребенка, и потом вот эти отношения, этот воздух в семье, в котором ребенок живет, в которой и дышит, он впитывается всем пором, и это нормально, и если, например, в семье существуют уже какие-то абьюзивные отношения, то ребенок это впитывает как естественную среду обитания, и если мама, например, терпела побои от папы, или уговаривала, говорит, да это папа сегодня, ничего-ничего, он там выпил, пусть ложится спать, ничего-ничего, да, сейчас пойдемте, или пойдемте уйдем, сейчас он угомонится, потом мы вернемся, то есть родитель может показывать, не может, а показывает ребенку, как справляться с тем, что есть в этом мире, и если, например, часто в алкоголической семье, либо дисфункциональной семье, да, в ней есть вот эти абьюзивные отношения, и тогда ребенок это впитывает в себя как некую норму, и что тогда происходит, было подмечено, я уж не помню кем, так много информации психологической, но вот где-то говорилось на каком-то обучении, говорилось о том, что между двумя паттернами семейного родительского поведения, если есть, например, такой спокойный, принимающий родитель, терпеливый, и есть агрессивный, абьюзивный, давящий родитель, то с большей долей вероятности, несмотря на то, что ребенок страдает от этого родителя, вот этого агрессивного и так далее, с большей долей вероятности ребенок выберет силу. Почему, казалось бы, потому что сильный родитель для ребенка как некая опора, то есть как некий защитник, да, у этого есть такая очень больная, болезненная, трагическая цена, но ребенок интуитивно выбирает вот этого сильного, кто устанавливает правила, кто контролирует вот таким жестоким образом территорию, чем того, кто подчиняется, того, кто не может на это повлиять. И это часто бывает в семьях. Женщины, которые не могут, могут, конечно, да, но как будто бы не могут, они не знают, что не могут. У них есть вот этот синдром выученной беспомощности, есть паттерн, который передается из поколения в поколение. Например, бабушка так себя вела, мама себя так вела, и я так буду вести, потому что я не знаю, как можно по-другому. Я смотрю, конечно, в фильмах у подруг, но это же они, а я вот такая, и я попадаю вот в эту историю. И тут очень тоже интересный момент. Бывает наоборот. Бывает, что если девочка, например, росла в семье, где папа гонял маму и бабушку, и братьев, и соседей, и так далее, и как будто бы вот она должна была бы, как мама, может быть, терпеть. Вот ты спрашиваешь, почему эти женщины терпят? Бывает такой вариант более частый. А бывает разворот, когда девочка выбирает вот эту позицию, и тогда женщина становится абьюзером, и тогда она начинает потом гонять мужа, детей и так далее. Чаще эмоционально, конечно. Почему? Достаточно я ответила на это? Спасибо, спасибо, спасибо. У меня есть одна знакомая, у которой мама использовала просто такой жуткий эмоциональный абьюз в детстве, в течение, ну, просто всего ее детства, и до сих пор, кстати, используют, хотя моей знакомой уже за 60, и маме уже за 80 лет, и потом она вышла замуж за мужчину, который вот делал с ней то же самое, что и делала ее мама. То есть просто-напросто это ей было привычно, и она несколько десятилетий была, 40 лет была, только несколько лет назад развелась, и она сказала, что ей настолько это было привычно, что как к ней относятся, что она вроде бы ничего другого и не ожидала, и не ожидала. Это правда, когда человек из родительской семьи создаёт отношения, переходит в другую семью, но если у него нет другой модели общения, то любая другая семья, любые другие отношения, в них всегда будет некая роль, на которую придёт кто угодно. Не обязательно даже в семье, это может быть, например, на работе начальник абьюзер, или, я не знаю, преподаватель, который будет абьюзить. То есть вот это место в сценарии человека, оно должно быть обязательно кем-то занято, потому что сценарий будет развиваться об эту фигуру. И вот вопрос, это уже дальше, по выходу, определить, об кого ты сильно так больно бьёшься, и физически, эмоционально, для чего тебе эта фигура? Она была поставлена, твоё влияние на этого не было в детстве, когда она была поставлена, но сейчас ты можешь на это повлиять, ты можешь уже не биться об эту фигуру, ты можешь не привлекать никого сюда, не приглашать, что в тебе, где ты с этой фигурой в симбиозе. Вот это немножко дальше, я думаю. Да, 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 я обязательно хочу и про эту тему поговорить. Но вот сейчас меня интересует такой вопрос, какими качествами обладают те люди, которые вроде как попадают, как жертвы они, но на самом деле мы тоже прекрасно знаем, что тут нет такого, что вот жертва и агрессор, а может быть в треугольнике Кармана там кто-то может сидеть, да. Но вот, например, вот те, кто всё-таки будут создавать отношения с абьюзерами и будут оставаться в этих отношениях. Вот то, что я слышала про это, и мне интересно, у тебя же столько клиентов или клиенток, что это люди, это женщины, у которых просто большое сердце, у которых очень сильно развита эмпатия, которые готовы помогать там всем, которые готовы всех спасать. Вот что бы ты сказала бы по поводу таких женщин? Какие они? Какие они? Вот то, что ты сейчас описываешь, это действительно... Ну, там есть спектр, конечно, и часто случаи очень индивидуальные, но есть какие-то общие черты. И вот когда ты описываешь этих женщин с большим сердцем, готовых спасать, которые готовы бросать себя и нестись на помощь, мне сразу хочется задать вопрос, а что вот за этим стоит, обратная сторона Луны? Что там? И вот если мы посмотрим вот в эту тёмную сторону Луны, что вытеснено в тень? Потому что мы видим только хорошее, что они такие замечательные, что они такие прекрасные, что они такие готовы к самопожертвованию, в них очень много эмпатии, они такие вот просто белые, пушистые, если говорить современным языком, или без... Как там? Рыцарь без чего там? Без упрёка? Без упрёка. Нет, какая-то фраза была, без чего-то там и упрёка, то есть без изъяна. То есть, ну так не бывает. Просто в этом мире такие женщины, они уже вознесены в лик святых, у них там нимпы, они висят в этих церквях, в храмах, или их возносят в виде каких-то богинь. Реальные живые люди имеют обе стороны, и фасадную, и лицевую такую, условно говоря. Мне очень не нравится это деление на хорошее-плохое, туальный этот мир, да, и психологи, наоборот, как раз те люди, которые выводят клиентов из вот этой дуальности, да, наоборот, в ИИ, не или-или, а в ИИ. Но если вот эта позиция условная такая, она приемлема для ребёнка маленького, когда, чтобы он понял, как этот мир устроен, ему нужно его разделить на чёрное и белое, на хороших людей, дяди и тёти, и на плохих, да. И вот когда ребёнок понимает, когда ему объясняют это, и он начинает понимать, как устроен этот мир условно, потом там появляется между чёрным и белым много разных красок. Разных других цветов, много разных других эмоций, разных каких-то эпитетов описывающих людей, да, это не просто хороший дядя или плохой там, и так далее, да, там может быть и хороший, и плохой в одной ситуации, может быть и разные, нехороший, плохой, а так себя повёл, ну, в общем, там начинает дробиться, дробиться на пиксели этот мир, да, и там очень много-много разных оттенков. Но если вот это, в этом периоде у ребёнка происходит такая психоэмоциональная травма, когда эмоционально незрелые родители сами не прошли вот эту фазу, у них продолжает мир делиться на хороших и плохих, то они ребёнку передают такое, ну, такое представление о себе других и о мире, да, и тогда ребёнок с этим идёт, вырастает и несёт это дальше, то есть он транслирует миру социально приемлемые вещи, да, социуму, вот я хорошая, я потому что это поощряется, это поощрялось родителями, ребёнок за это мог получать позитивное поглаживание, а вот то, что не поощряется, например, какие-то проявления агрессии, что мне не нравится, а со мной так нельзя, я так не хочу, убери руки, там какой-то гнев, да, агрессия, то, что неприемлемо социуму, то всё забрасывается, у Ленгьянса называется тень, да, я не могу сказать про теневую сторону Луны, забрасывается куда-нибудь, можно сказать, в подвал, если мы через метафору опять пойдём, вот в этот шкаф, который нельзя никому показывать, и туда запихивается, и запихивается, и запихивается, всё, что неприемлемо, да, если перейти, вот я упомянула про поглаживание, да, в транзитатном анализе есть такая теория поглаживания, что поглаживание – это такая единица внимания, да, эмоционального внимания, и поглаживание – это то, что мы, как мы реагируем на другого человека, на ребёнка, как родители реагируют, вот ребёнок улыбнулся, родители ему в ответ, он ему дал такое положительное, позитивное поглаживание со знаком плюс, ты здесь, я тебя вижу, я тебя принимаю, ты для меня ценен, важен, а ребёнок что-то построил, там какую-то башенку, какой-то молодец, как здорово у тебя получается, как ты красиво поставил кубики, смотри, можем ещё вот здесь, давай ещё вот так, да, то есть ребёнок получает позитивное поглаживание, но есть и негативное поглаживание, когда ребёнку дают эту единицу внимания, но она, можно сказать, уже имеет такой какой-то, знаешь, абьюзивный такой подтекст, контекст, когда ему говорят, что, господи, глаза бы мы не смотрели на тебя, боже мой, что же за чудище такое, и как же так, за что ж меня Господь наградил таким ребёнком, или ну куда ты полез, ну что такое, ну вот эти вот, видишь, уже пошла такая эмоциональная, такой окрас тём, да, и ребёнок начинает усваивать, что он такой источник, он может получать эти поглаживания только отрицательные, со знака минус, но для него настолько они важны, что без них не выжить, для любого человека очень важно, чтобы на него реагировал кто-то другой, поэтому он начинает либо вызывать такие поглаживания, ну через них, да, внимание к себе, и тогда мы знаем, что это такие личности, которые вот, кстати, становятся часто абьюзерами, те, которые начинают как бы делать какие-то вещи, которые другим доставляют неприятности, да, или какие-то неприятные эмоции, но тем самым они что-то для себя получают, вот они так привыкли, потому что так у них было заложено в детстве, этот ребёнок через другое не мог получить этих поглаживаний, получал только такие, либо другой вариант, когда, например, девочки, часто девочки почему-то, ну не только девочки, мальчики, им даются поглаживания за то, как они что-то хорошо делают, что-то у них получается, что не просто ты такой замечательный, я тебя люблю, хорошо, что ты есть, ты мне нужен, ты мне важен, ты мне ценен как личность, ну там по-разному мы знаем, как мы можем отражать своих детей, да, а когда ребёнку даётся такие поглаживания как функции, ты хорош, только тогда ты окей, когда ты вот делаешь вот так и вот так, ты окей, когда ты хорошо учишься, ты окей, когда ты мне помогаешь, ты окей только когда ты бросаешь всё и реагируешь быстро на мою какую-то команду или ещё что-то, и тогда, а если ты этого не делаешь, то тогда ты становишься автоматом не окей, вот это такое расщепление, оно и формирует, и абьюзеров, и их жертв, и... Спасибо. Вот ты сейчас говорила окей, вот давай сейчас проговорим вот эти позиции, которые существуют в транзактном анализе, да, мне хочется верить, что я в большинстве своих случаях, I am ok, you are ok, да, что я в порядке, и ты в порядке, есть такая позиция, да, есть позиция я в порядке, ты не в порядке, или есть позиция я не в порядке, и ты не в порядке, или я не в порядке, ты в порядке. Ну и можно немножечко продолжить эти позиции, но давай вот эти четыре позиции рассмотрим, и каким образом эти позиции формируют, вот ты сейчас говорила и про жертв абьюза, да, и про абьюзеров, какие у них обычно позиции? Да, ну ты их уже назвала, не буду повторяться, можно только сказать, что Берн, Эрик Берн, основатель транзактного анализа, он говорил, что вот эта позиция я ok, и ты ok, это как вот все люди-братья, это то, как хорошо было бы все нам жить, как был бы прекрасен мир, если бы мы относились и к себе с позиции я ok, и ты такой же ok, у тебя может быть какое-то не ok на поведение, с которым я могу как-то не соприкасаться, мне оно может быть не ok, но ты как личность, как человек, который пришёл в этот мир, такой же ok, как и я. К сожалению, это такая, можно сказать, идеализированная позиция, потому что, ну как идеализированная, то есть она как такая возведена на пьедестал, как некий эталон, не идеализированная, это эталонная позиция, мы часто бываем в ней, правду сказать, да, в разных ситуациях, мы бываем ok, например, в работе часто бываем, или там в семье, это может как-то меняться, и к этому можно стремиться, но, к сожалению, если бы у нас у всех было такое вот замечательное действие, где мы родились, не действие, а детство, где мы родились и все вокруг были бы вот с такими же окейными позициями, да, по отношению к себе и к другим, то, наверное, у нас бы не возникало бы никаких проблем, но позиции, и в тему нашего разговора про абьюзеров, да, сразу видно, что вот эти позиции жертвы-абьюзера вызывают две комплементарных, компенсаторных позиции, когда я ok, ты не ok, это позиция собака сверху, как говорил Перу, да, то есть со мной все хорошо, я наверху, а ты какой-то не ok, ты где-то там внизу, да, и вот это такая абьюзивная позиция, со мной все в порядке, а ты с тобой нет, а позиция обратная сторона, я не ok, ты ok, и эта позиция как раз очень часто тех, кто находится в жертве, да, я со мной что-то не так, поэтому, а с ним так, и поэтому он со мной эти вещи делает, я этого заслужила, да, я так и должно быть, это вот такая позиция, есть еще четвертая позиция, я не ok, ты не ok, но про нее говорят, что это такая депрессивная позиция, что вообще мир ужасен, и я ужасен, и другие ужасны, это вообще ложится как бы и умирает, смысла мне нет, но вот когда мы обучались, нам говорили, что на самом деле, вот если уж там совсем глубже посмотреть, я не ok, и ты не ok, но там все равно, я все равно как-то ok, ничего, чем ты, потому что я могу это оценить, как бы, да, и все равно вот здесь, ну, такие, это уже штрихи, да, но вот тем не менее, да, поэтому я думаю, что здесь стоит опираться, вот на эти две позиции, где да, я ok, ты не ok, или я не ok, ты не ok, они лежат вот в основе абьюзивных отношений, конечно же, сюда, на основе этих позиций, дальше разыгрываются игры в треугольнике Карпмана, ты уже о нем говорила, и там прям уже есть эти позиции, они названы, жертва, спасатель, и у меня на канале, у меня на канале даже есть несколько интервью по поводу вон треугольника Карпмана, Елена, вот то, что я поняла по поводу себя, когда у меня случились отношения с абьюзерами, ну, или во всяком случае, я их так интерпретировала, как абьюзеры, что ты знаешь, вот для меня не всегда было понятно, вот где разница между, например, вот абьюзом, и между тем, что вот кто-то просто бестактен, и кто-то, ну, ты знаешь, кто-то, ну, не хотел тебя наступать на твою какую-то мозоль, не хотел тебе никаких таких плохих эмоций доставлять, но так получилось, вот так получилось, просто хотел быть честен и откровенен, потому что вот для меня это не всегда было понятно, и мне кажется, что вот с этой точки зрения, и когда я разговаривала с людьми, я со многими своими друзьями обсуждала тему абьюза, и перед тем, когда первое свое интервью записала несколько лет назад, и я поняла, что для очень многих это тоже непонятно, не всегда понятно, и вот своим чувствам, очень же многие эмоции, чувствам, очень многие не верят, и думают, начинают заниматься самооправдыванием, вот скажи, что делать в таком случае. Да, там интересный вопрос, я вот думаю над ним, там есть как будто бы и смешение вот этого, если бестактность, это такая грубость, тебе что-то такое скажут, да, и тебе от этого нехорошо, вроде бы признак, вот тебе сделали как-то больно, неприятно, да, и это как будто бы про абьюз, да, но разницу, я бы, наверное, смотрела, знаешь, какую вот между абьюзом и бестактностью, она в цикличности, то есть если человек, например, регулярно, циклично, раз за разом делает больно и жмет в эту точку, и если ему не сказать об этом изначально, или сказать, а он продолжает, то это как будто, ну, это как раз про то, что человек вот уже в этой фазе абьюзивной, да, то есть он регулярно, методично приходит, ты ему говоришь, мне больно, мне неприятно, а он продолжает это делать, ну, например, пример, давай через пример, а бестактность, это про то, что человек может, например, быть, ну, грубо говоря, не образован, не понимать вообще, быть вообще, не знать про что-то, если ему указать на это, да, можно сказать, или, например, не сказать, ну, отпустить эту ситуацию, как бы, ну, мы пришли там в гостях, кто-то нам что-то сказал, ну, ради Бога, я вижу, что человек вообще не понимает, что тут на картине, например, нарисовано, он вообще про другое, ну, сказал и сказал, я же не буду ему говорить, там, о том, вот вы там сейчас так задели мое самолюбие, потому что будет, я, например, не буду, я оценю для себя, насколько для меня, насколько для меня то, что говорит этот человек, вообще важно, ценно, насколько он экспертен в этом, да, и поэтому я на это не обращу внимания, но если этот человек, меня будет жизнь с ним сталкивать, и он каждый раз будет, я ему скажу об этом, что, слушайте, давайте вы не будете больше говорить, отзываться плохо, например, о моих, о моих картинах, да, приходя ко мне, да, в дом, да, и если он продолжит это делать, то это уже такой абьюз, да, и тогда здесь нужно принимать какие-то другие меры, пример, ну, я уже начала про картину, это, кстати, такой реальный пример, когда, например, у женщины ценные, старинные, как называется, плакаты есть, да, которые бы выпускались когда-то очень давно, еще позапросто, уже веки, так долго мы живем, так вот, она их оформила, развесила у себя в доме, и они имеют большую ценность, они продаются на аукционах, но когда ее мама пришла и сказала, что за ерунду-то здесь повесила, вот это вот вообще, и с одной стороны, это без так, потому что мама не понимает ценности этих картин, этих работ, да, но когда дочь ей об этом сказала, мам, слушай, ну, это же вот, это вот очень ценная работа, да, ну, ладно, я ничего не понимаю в этом, в следующий раз она приходит в дом, это реально, она говорит, что это у тебя вот так, какие-то странные, ты купила вообще этот диван какой-то обивки, то есть это уже не про, мы понимаем, что не без так, это уже такой, ну, регулярный такой абьюз, где нужно найти что-то, чтобы нанести вот этот ущерб, вот этот… Притиковать, да, 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 когда обесценивание, часто с сарказмом, ой, ну, я, конечно, ничего не понимаю в этом, да, но я что-то, наверное, далеко от жизни отстала, и вот здесь очень тоже важный момент про двойные транзакции, я бы здесь сказала, такой маркер, мы уже знаем, что транзакция, да, это единица внимания, и вот транзакции бывают двойные, бывают прямые, да, вот когда мы чётко понимаем, привет, привет, как дела, да, всё хорошо, что делаешь, пирог пеку, а бывают транзакции двойные, когда на социальном уровне мы сообщаем как будто бы одну информацию, а на психологическом звучит другая информация, и вот это очень важный момент, который тоже показывает такой маркер про абьюз, например, вот если мы вернемся в эту историю, когда мама говорит, ой, а что у тебя за диван такой новый, да, что за цвет у дивана, и как будто бы здесь она просто задаёт вопрос, что это у тебя такое за цвет у дивана, да, а на психологическом уровне, это может быть окрашено какой-то интонацией, каким-то смешком, каким-то мимикой, и тогда мы всегда считываем именно психологическую транзакцию, психологический уровень считываем, поэтому, когда нам потом говорят, ой, что ты так реагируешь, да, всё же нормально, я тебя просто спросила, что это у тебя за диван такого цвета, необычного, да, но человек всегда склонен считывать не социальную, а вот психологическую, на психологическом уровне мы слышим, что здесь есть желание как-то уколоть, как-то ранить, как-то задеть, зацепить, но если мы как-то вернемся к началу, сделать человеку больно. А скажи, пожалуйста, я просто вспоминаю всех своих друзей и из прошлого, и из настоящего, у меня есть одна подруга, мы с ней дружим с шести лет, это уже более 50 лет, ни разу я от неё не слышала ни одной колкости, ни одной обиды не было, у меня масса таких вот друзей и подруг, с которыми десятилетиями мы дружим, и ничего вот такого не было, а почему кто-то вдруг появляется, и лет 15 назад я с одной своей подругой, которая была, наверное, лет 10, моей подругой, просто решила закончить отношения, потому что от неё вот такие колкости были просто всё время, всё время. И с одной стороны, это вроде было так, как-то пришла ко мне, вот тогда я решила завершить отношения, за несколько часов общения у меня, я там ещё ужин такой прекрасно сделала, покритиковала меня семь раз, и вот когда первый раз, я так при себя так, ну, немножко ухмыляюсь, но когда это уже был седьмой раз, тогда я говорю, а что тебе даёт право вот критиковать просто за эти несколько часов, это уже седьмой раз, меня критиковать? Я это постаралась так обратить, ну, в смех, чтобы это было, чтобы её не обидеть. И она мне так на полном серьёзе говорит, что я старше тебя, я мудрее. Ну, и тогда я просто понимаю, что да, вот если человек считает, что там он на 10 лет, предположим, старше меня, тогда можно любого критиковать, но на самом же деле, вот то, что для меня это было, для меня это было, очень часто я ощущала, что это было обесценивание меня, вот, и то, что она красовалась за мой счёт, и мне это было очень неприятно, я пыталась ей про это говорить, причём пользовалась и я сообщениями, и вот non-violent communication, да, это ненасильственное общение, и совершенно ничего не влияло. И потом просто я так поняла, что я буду её любить издалека, где-то там раз в год общалась, звонила ей, минут 20 общалась, и вот, и всё, и вот свела общение на нет. И я, ты знаешь, недавно слушала несколько подкастов, которые были записаны с Александром Калмановским, и вот там как раз я стала соображать, и сегодня даже написал Александр, я же с ним когда-то записала интервью по поводу любви в отношениях, и вот я ему сегодня записала, что вот прослушала те подкасты, и насколько я понимаю, что вот в том случае вот с той своей подругой я была невеликодушная, у меня не было по отношению к ней, ну как вот, может быть, достаточного милосердия, что ли, потому что вот он в нескольких подкастах, где обсуждают токсичных родственников, он советует войти в положение, он советует принять это, советует, ну то есть он даёт вообще такие абсолютно классные советы, ну вот, например, я 15 лет там назад на такое не была способна, и когда я общаюсь со многими своими знакомыми, то они тоже говорят, что вот они на такое не способны, и тогда вот хочется просто такого человека, который обесценивает, ухмыляется, вот пытается вот каждый раз показать тебе, что ты какой-то ущербный, хотя я, например, считаю, что у меня самооценка очень даже адекватная, я не страдаю от низкой самооценки, но вот представляешь, вот как там человеку, у которого низкая самооценка, и очень многие хотят в таком случае, ну то есть или что мы делаем, когда нам делают упрёки, или обесценивают, мы хотим или, например, нападать, да, вот, или мы хотим начать защищаться, ну и очень часто у многих у нас реакция такая, что мы просто-напросто хотим вообще прекратить общение, вот что ты думаешь, Елена, можно ли общаться, я хочу с тобой обязательно записать интервью по поводу того, что вот, когда вообще уже понимаешь, что ты с абьюзером, что тогда делать, ну вот в таком случае, в таком случае, если маленькие звоночки, вот что тогда делать, как реагировать на эти маленькие звоночки, вот если я, например, если я хочу сохранить отношения? Я бы спросила, для чего тебе эти отношения? Зачем ты их хочешь сохранить? И реально они для тебя ценные, эти отношения? Или ты можешь на них смотреть на то, что, ну, поскольку я в транзакном анализе работаю, я смотрю на всю ситуацию через внутреннее эго-состояние, да, и здесь мы можем как будто бы хотеть сохранить отношения из-за родителя, который говорит, вот нужно быть великодушным, вот хорошие девочки, ну ты же мудрая, ты должна быть великодушной, ну не обращай внимания, ну и так далее, да, ну ты же уже там психолог, профессор, ну что же ты вообще, как же ты так реагируешь болезненно на какие-то там замечания об ужине, да, а ребёнок внутри нас, он очень естественно реагирует, он, все чувства наши, они в ребёнке, вся наша энергия жизни, она находится в эго-состоянии ребёнка, и вот то, как ребёнок реагирует на это, вот это первично, и это самое важное, если тебе больно, то родитель может убеждать как угодно, может оказывать красивые какие-то, красивые конструкции облекать, но тебе больно, и я, знаешь, вот когда сейчас рассказывают историю, как же вот в этом быть, я думаю, мне метафора пришла, почему-то зоопарк увиделся, и ты такой, зоопарк, где убрали барьер, знаешь, вот в европейских зоопарках вот эти вольеры такие огромные, где волки, лисы, да, и там часто они бывают стеклом закрыты, как будто бы они там живут в природе, вот представь себе, что это стекло убрали, да, и вот ты стоишь и смотришь, а там волк, он, у него зубы, он тебя, ты знаешь, он может тебя укусить, и в этот момент ты как будто бы, а тебе родитель говорит, ну, будь смелой девочкой, ну, будь великодушной, это же живое существо, если ты будешь хорошей девочкой, он тебя не укусит, если ты не будешь убегать от него, он тебя не укусит, подойди поближе, протяни ему там кусочек, вот, я не знаю чего там, колбаски от своего хот-дога, и ребенок доверяет этому родителю, говорит, ну да, он же лучше знает этот мир, он делает шаг, но истинно вот это ощущение, внутри живота, внизу, да, ребенок, это состояние, которое внизу, оно всегда говорит правду, оно говорит, да нет, это же опасно, я же вижу эти зубы, я вижу эти клыки, зачем мне тогда лезть, и вот из-за того, что мы часто не понимаем внутренний, у нас нет контакта между внутренним, заботливым родителем, и ребенком мы часто не слышим, да, вот этого коммуникации, когда мы, как еще сказать, когда мы доверяем себе, когда мы уже понимаем, что для нас окей, что не окей, не тому, что в нас вложили многие вещи, которые не имеют отношения к реальности, вот это называется в транзактном анализе контоминация нашей взрослой части, когда родитель приходит, да как бы ее замутняет, и говорит, туда не смотри, не слушай свои инстинкты, не слушай свои чувства, будь вот таким, каким надо мне было бы быть, поэтому я не спорю с уважаемым мэтром, я здесь про какую-то такую, знаешь, здоровую, такую критичность, здоровую вот эту вот разконтоминацию, деконтоминацию, то есть увидеть реальность, вот реально здесь, когда я приготовила, всем, приготовила вкусный ужин, и меня семь раз укололи, а я уже, у меня мой контейнер великодушности уже лопается, и он лопается не потому, что я какой-то, он у меня такой плохой, не очень большой, и не очень растягивающийся, а он лопается, потому что уже все нормы, которые я могу контейнировать, они уже, они уже, ну, превышены, почему родитель хочет, чтобы я это контейнировал, нет, я хочу поставить здесь границу, скажу, нет, слушай, волк, сиди вот там за забором, если ты кусаешься, ешь там свое, то, что тебе приносит, я не хочу быть съеденной тобой, ну, вот я это так вижу, и здесь еще скажу, такой момент, мне здесь просится треугольник, кто-то знаешь, за счастлив, Карпмана, когда мы часто говорим, ну, я же могу это, я же могу потерпеть, я же могу быть великодушной, я же могу проявить, проявить всю величину человеческой эмпатии, в этом есть вот эта вот функция спасателя, которой очень часто, если она как будто бы на первый взгляд кажется такой, вот он же помощник, он как будто бы всем помогает, вот на самом деле самая опасная фигура, это спасатель, как бы странно ни звучало, и самая неокейная, если можно здесь об океанности говорить, потому что спасатель мнит себя Богом, он говорит, я могу, ты не окей там внизу, и ты не окей, ты нападаешь, а ты такой бессильный, что с этим справиться не можешь, неразумный, а вот я-то знаю, я умею, у меня вот такой контейнер, я сейчас всем вам приду, помогу, расскажу и спасу, и учитесь у меня, там тоже нимб светится, и да, и тогда получается, что он обесценивает силу и возможности других, как бы справиться со своим, со своей неокейностью, справиться с ситуацией, и говорит, я буду всё контейнеровать, не надо вам меняться, сидите в своей жертве, а ты оставайся своим преследователем, я такой великодушна, что я вот всё-всё вберу в себя, конечно, здесь всё можно утрировать, а можно вот промеру, да, я понимаю, что нам нужно, стоит, конечно, контейнеровать, стоит проявлять великодушие, но опять же, из взрослой части, а взрослый говорит, здесь и сейчас, это конкурентно, или это сейчас говорит мой родитель, который говорит, вот так надо. Мне совершенно точно говорил родитель, мой, который мне говорил, какая же ты неблагодарная, это твоя подруга столько для тебя всего сделала, но не можешь ты потерпеть, и у меня, честное слово, какое-то время был внутренний конфликт по этому поводу, но это уже давно было, слава богу, с тех пор я записала даже несколько интервью по поводу внутренних конфликтов, и ты знаешь, и вот когда я стала, ну так, себя коучить, саму, и стала себе задавать вопросы, какие у меня отношения с другими моими друзьями, подругами, сколько раз я говорю какие-то колкости им, сколько раз они мне говорят, и стала просто так вспоминать, что фактически 95% моих друзей, очень-очень близких, соавторов, у меня с очень многими хорошие отношения, ну практически со всеми, с теми, с кем я дружу, ну ни разу в жизни мне такого не сделали, ни разу в жизни не было такого напряжения, а вот тут было такое напряжение, которое мне тело само показывало, тело показывало, даже вот знаешь, я просто про это говорю, чтобы наши слушатели, наши зрители, чтобы они отдавали отчет себе вот в этом, если им тело показывает, да, и вот у меня как будто прямо в животе что-то вот такое было, даже когда я думала про нее, даже когда я шла куда-то на какую-то встречу с ней, там будь это, ну в основном там в театр, на концерт ходили, то как-то это вот было, вот уже какое-то такое вот внутреннее, как будто бы я вот такой маленький ребенок, да, в транзактном анализе, можно себе представить, как будто я так сжималась еще и боялась, что у меня такая строгая мама там скажет, что утку я не так приготовила, я не знаю, джинсы не те купила, прическу не такую сделала. Да, Ань, ты же, ты даже говоришь, как она сказала, она сказала, что поскольку я старше, значит, я имею право, значит, я над тобой, я у функции родителя, и если я себя возвышаю, то автоматически, это тоже очень важный момент, почему мы начинаем себя чувствовать периодически, вот как ты сказала, маленькими, какими-то неразумными детьми, хотя в реальности ты человек, который преподает в заграничных университетах, выпускает книги, делает такие интервью, то есть ты совершенно не маленькая девочка, беспомощная, но когда ты начинаешь себя такое чувствовать, это значит, что кто-то другой в контакте с кем-то начинаешь себя такое чувствовать, взял на себя роль вот этого родителя, и мы туда автоматом попадаем, поэтому, чтобы опять уравновесить отношения, нужно вот этот момент поймать, понять, ага, я сейчас вот в этой позиции ребёнка, что-то произошло, что меня туда пригласили, отправили, значит, мне нужно это, себя мне нужно вернуть в позицию взрослого, и в позицию взрослого себя возвращает вообще первый вопрос, что здесь происходит вообще, почему, что он такое делает, что я себя такое чувствую, и просто вот вернуть прям усилием, я такая же, как и ты, мы обе взрослые, есть очень хорошая фраза, тоже часто её использую в своих сессиях с клиентами, когда они говорят, ну как же, ну это же мама, ну это же родитель, ну это же вот, она же старше, ну я же не могу, и я тогда говорю, пожалуйста, повторяйте за мной, ты старшая, я младшая, и так будет всегда, клиент такой повторяет, такой сидит, и так сразу, я вижу, как он не хочет это повторять, и это такой момент очень интересный, я на шутку перевожу, и добавляю потом фразу, но мы обе взрослые, и он тогда выдыхает клиент и говорит, фух, и с радостью повторяет эту фразу, потому что она звучит как разрешающая, да, ты старшая, я младшая, и так будет всегда, мы не можем это изменить, подруга твоя всегда будет на 10 лет старше, и мама будет на 20 лет на старше, но мы уже обе взрослые, мы с 18 лет, мы вот в этот момент выравниваемся, для мамы мы останемся ребёнком, это нельзя изменить, но в плане коммуникации мы обе взрослые, и поэтому здесь нужно себя возвращать во взрослое эго состояние, и продолжать или не продолжать коммуникацию из этого эго состояния, и ты сейчас очень классный момент отметила, про чувства, если мы вернёмся вот прям уже конкретно снова к слову абьюза, к теме абьюза, какие ещё маркеры абьюзинга, это вот эти три всадника абьюза, апокалипсиса, это три чувства, которые мы всегда испытываем в контакте с абьюзером, это стыд, вина и страх, ну, можно их там по-разному, как они там возникают, иногда может первым быть страх, потом вина, стыд, ну, то есть это не важно, важно, что вот эта связка, эта троица, они всегда присутствуют в контакте с абьюзером, либо после контакта с ним, да, мы начинаем вдруг осознавать, что мы вдруг начинаем себя за что-то виноватить, до этого не испытывали ничего, а потом ты говоришь, вот не те джинсы я одела, не так утку приготовила, вот оно пришло, чувство вины, что я что-то сделала не так из-за поведения, дальше чувство стыда, что я какая-то не такая, что я такая уже взрослая, не могла нормальную утку приготовить и не могла посмотреть, в каких джинсах сейчас ходят, да, то есть и страх, страх, что вот меня опять поймают на этом, мне нужно что-то сделать, чтобы опять не попасть вот в это состояние, мы начинаем бояться, и вот это состояние, когда ты говоришь, мы приходим в театр, я уже сжимаюсь, я уже жду чего-то, что может быть прилететь мне от этого человека, и вот про абьюз, да, еще один маркер, ну это, наверное, уже про фазы, мы сейчас перейдем, если... Да-да-да, давай поговорим с тобой про фазы или про цикл абьюзов. Ожидание вот этого нападения, ожидание вот этих чувств, когда мы ждем, что что-то сейчас опять будет в контакте, это с этим человеком, чувство страха, да, оно как раз тоже маркеры сигнализирует о том, что в этих отношениях что-то не окей. Ты знаешь, вот я помню отношения с одним моим мужчиной, из которых я вышла именно из абьюза, с его стороны, и вот я помню, что вот я еду к нему домой, и у меня обычно очень хорошее здоровье, живот никогда не болит, но вот несколько раз было такое, когда несколько раз вот у него были вспышки гнева, то я помню, что вот я еду, и у меня уже вот в животе как будто вот что-то происходит, и ты знаешь, и тут я даю себе отчеток, это же вообще, самое главное, мне кажется, нужно включать осознанность, да, и тогда уже понимаешь, тут вообще же меня абьюзят, вот просто полностью абьюзят. Знаешь, ты даешь еще себе вопрос, ну, может быть, как-то я не так реагирую, то есть опять, я же, я же, знаешь, я люблю учиться, и меня, моя мама научила, если что-то захотеть, можно в космос полететь, и что, так сказать, вот тогда, ну, если вот это вроде пока не идет, то тогда, ну, давайте-ка я постараюсь что-нибудь другое сделать, и я пыталась экспериментировать, пыталась какие-то вот вещи делать, и, на мой взгляд, это правильно, что-то пытаться поменять, да, какую-то динамику, но потом после того, как видишь, что это не работает, тогда уже, наверное, не стоит совершенно туда идти, вот в такие отношения, и вот, Елена, я была как-то, сейчас я пойду в тот вопрос по поводу цикла, да, абьюза, или фаз абьюза, но хочу тебе сказать, наверное, лет пять там назад я была под Москвой на одном тренинге, назывался «Крылья», и там задавали вопрос по поводу токсичных отношений, и вот выяснилось, я как раз тогда только вышла из отношений вот с токсичными людьми, я стала соображать, вот у меня там с кем есть токсичные отношения, с кем были, признаки токсичных отношений мы там разбирали, и ты знаешь, и фактически у всех в их среде были токсичные люди, и не один человек, у очень многих это мог быть там или муж, или жена, у кого-то родители, и мы как раз на том курсе занимались тем, насколько это ужасно для нашего здоровья, насколько это ужасно вот для следующих, а может быть даже для нынешних наших болезней быть в таких отношениях, и вот расскажи, пожалуйста, по поводу фаз абьюза, чтобы если кто-то еще не понял, что, например, какие-то отношения абьюзивные, чтобы, может быть, услышать, как ты опишешь эти фазы, тогда лучше поймут это. Ты говоришь, да, опишу сейчас, ты говоришь про токсичные отношения, и вот что такое токсичные, да, знаешь, вот часто пишут на токсичных отходах, знак такой, да, там, череп с костями или еще что-то, там токсичные, токсичные – это яд, на сути, да, если мы опять переведем на метафору отравления, вот мы отравились какой-то несвежей пищей, да, и токсины попали в наш организм, мы отравлены, у нас совершенно идет реакция, которую никак не скажешь, да нет, это ты неправильно проживал эту пищу, или ты маленькими глотками должен был пить, а ты бабахнул всю бутылку, нет, мы прям видим реакцию организма, что эта пища токсичная, она из нас выходит разными способами эти токсины, да, и здесь, как говорится, не отвертеться, и вот если бы вот эту метафору взять и перенести на отношения, то это то же самое опять же происходит на физический уровень, на эмоциональность, физической токсичности еды, попавшей в организм, испорченной, перевести вот эту метафору на попавшей какой-то эмоциональный, психоэмоциональный материал, происходит то же самое, но здесь мы начинаем как-то говорить, это я виноват, наверное, мне нужно как-то по-другому эту токсичную пищу из себя вбирать и маленькими дозами превращать себя к дозам яда и так далее, поэтому я буду топить за то, что нужно всё время прислушиваться к себе и к своей реакции организма, вот она должна быть первична, и беда знаешь в чём? В том, что большинство из нас не приучили, не научили, как смотреть вообще, что за, ну вообще на чувства, да, то есть я не знаю, вот если спросить, ну я из опыта своего, да, профессионального, когда я спрашиваю клиенту, а вас спрашивали в детстве, да, как вам, а что вы чувствуете и так далее, в смысле, то что спрашиваю вообще, накормлено, где-то, слава богу, и поэтому, из-за того, что мы не имеем контакта со своими чувствами, поэтому мы и не понимаем, мы что-то почувствовали, что-то там объяснили, из родителей, который сказал, а, не обращай внимания, да ладно, всё нормально, да, все мужики такие, да, ничего страшного, это сама виновата, и всё, и это чувство, маркер в теле говорит нам, вот если мы опять через какие-нибудь лампочки, она в теле, орган болит, или реакция пошла в мурашках, или нас затопило, щёки горят, тело говорит что-то не так, смотри, про что это, а мы не смотрим, игнорируем эти чувства, то, в общем, мы потом попадаем вот в эту цикличность, которая происходит и происходит, происходит и происходит, и когда люди приходят и говорят, ну, слушайте, я как будто бы хожу по кругу, или вот тот пример, который ты привела вначале, когда женщина в разные фазы своей жизни попадает на одних и тех же людей, да, на одни и те же отношения, это говорит о том, что в абьюзе есть цикличность, в абьюзивных отношениях есть прям цикл, который заметили, отметили, и у него есть фазы, первичная фаза, это, ну, такая, её называют, давай, там разные могут быть в разных системах, ну, нормальные состояния, нормальные отношения, всё хорошо, со всеми всё окей, такая фаза, такого, скажем так, ровного плато, да, плато такое, вот, всё хорошо, потом в какой-то момент начинает нарастать напряжение, что-то произошло, там, где-то кто-то недоволен, кто-то позвонил на работе, что-то упало, ребёнок заболел, какие-то там, не сдал отчёт, в общем, что-то в твоей жизни, вовне, вот, начинает происходить, обстоятельства в твоей жизни, что у каждого начинает, или у одного, у кого-то начинает расти напряжение, а поскольку, если мы в отношениях, то партнёр привносит в отношения своё состояние, это естественно, и напряжение начинает расти, вот оно ощущается, мы это считываем, мы видим эмоции, мы видим какие-то мимику, мы видим, мы слышим слова, мы видим эти реакции какие-то, мы это, это напряжение чувствуется, и в какой-то момент, если мы не проговариваем, например, или у нас нет возможности, ладно, я уже упожу в объяснение, давай про фазы, да, первая фаза, это такое плато, потом растёт напряжение, постепенно, может быть, рывками какими-то, потом происходит взрыв какой-то, да, всё это вот, ба-ба-ба, взорвалось, потом фаза такая, снижение, после взрыва мы такие обмякли, да, и потом идёт такая фаза, ну, её ещё называют, опять же, медовый месяц, когда прям вообще всё хорошо, всё, опять вот это такое ровное плато, всё замечательно, и опять начинает нарастать напряжение, и вот эта вот цикличность, такой кардиограмма, можно её так, да, представить, в виде кардиограммы, и этот цикл абьюза, его ещё называют петлёй абьюза, и это тоже так метафорично, потому что, к чему петля? Петля же, она имеет способность затягиваться, да, как некая вот петля на шее, как некая удавка, как некая ласса, которая накинута на животное, или даже на человека, вот, в кабойских фильмах, да, его, эта петля, сначала она широкая, наброшена, потом она затягивается, и потом жертва подтягивается, да, и она уже вот в таком тесном контакте, и что нужно сказать про вот эти циклы абьюза, что если изначально они могут быть вот такие, когда плата больше, чем цикл, вот этого, то есть разница между вот этой цикличностью взрыва, она может быть достаточно широким плат, а не так часто эти взрывы происходят, то петля абьюза, она со временем начинает затягиваться, и доходит иногда до того, что вот эти вот пики, они очень быстро начинают проскакивать, и плата там, и тогда получается, что вот эта длина этого плата уменьшается, и цикличность взрыва и падений, и выхода уже практически не остается, если вот эта вот кардиограмма такая, знаешь, одни пики такие, резкие повышения напряжения, взрыв, резкое спуск, и опять резкое повышение напряжения, то есть там получается, что даже выдохнуть невозможно, то есть, и это, конечно, очень жесткое, жестокое состояние, если это, например, в семье, когда люди живут постоянно в каких-то скандалах из-за всего, в постоянных взрывах из-за всего, и в какой-то момент это может доходить действительно до какой-то критической ситуации. Елена, спасибо. Вот скажи, пожалуйста, ты сейчас рассказала про этот цикл абьюза, вот, например, иногда же может быть такой, но кто-то раздражен, что-то произошло, но это не факт, что это абьюз, то есть, это не с каждым может произойти, да, но кто-то вспыхнул, извинился, и это, может быть, делает там раз в 10 лет, то есть, это мы не будем считать абьюзом. Как тогда понять тем, кто тебя будет слушать, как понять, что вот уже, например, это первые звоночки абьюза, что это, ну, не просто кто-то вспыхнул, а к этому нужно относиться очень-очень серьезно. В особенности, например, очень же многие женщины, предположим, сейчас пытаются построить отношения, ходят на первые свидания, как, например, если что-то такое происходит, первый раз, как вообще понять, что это был ли абьюз или нет, и как не начать строить отношения с абьюзером? Да, такой хороший вопрос, про как вот прям сразу понять и сделать вывод по одному разу. Я бы предложила бы таким девушкам, женщинам, во-первых, этот момент не игнорировать, это самое главное, отметить его, даже вот рекомендуют ввести какие-то дневники, но это уже немножко дальше, если ситуации повторяются, чтобы наша психика не вытесняла это, а прям записывать, когда, из-за чего произошла ситуация, чтобы это можно было проанализировать. Но если это произошло первый раз, да, не игнорировать это потом. Я бы предложила бы проговорить это с человеком, то есть, ну, а что произошло, почему так, да, и так далее. То есть, иногда действительно мы бываем в каком-то таком состоянии, где эти вещи какие-то неосознанные. Но это всё равно уже такой звоночек, ухо держать в остро и имеет смысл. Сейчас очень много в интернете, вообще сейчас, наверное, с одной стороны, ужасно, потому что мы знаем об этом абьюзе, что он везде и всюду. Раньше, да, мы не знали, думали, что где-то там сосед бьёт жену, и вот это вот, слава богу, что у нас никого, никто никого не бьёт, и всё. Но сейчас мы уже знаем абьюз в детском саду и в школе, и между мужем и женой, и между родителями и детьми, и где-то только абьюзы учителями и студентами, где-то только этого абьюза нет. И это же, с одной стороны, нас может пугать, что его так много, с другой стороны, очень много информации. И если не закрывать на это глаза, если не проходить мимо, то в интернете очень много разных чек-листов, где можно прям посмотреть, забить и задать, что такое абьюз, в абьюзивных ли я отношениях. Там выпадают чек-листы, где тебе нужно ответить на вопросы, что вы почувствовали, а что вам было сказано, а как вы представляете, если это будет в вашей жизни регулярно, то есть как для вас. Кстати, вот я сейчас говорю и вспомню, есть очень классное упражнение. Вот классное, оно называется «Три десятки». Это упражнение, его можно применять к разным сферам жизни, когда мы делаем выбор часто. И вот, например, сюда применить, к этой ситуации, о которой ты сказала, что такое «Три десятки». Представь, что если вот такая ситуация, как на первом свидании, произошла, то, что мы сомневаемся, абьюз или не абьюз, что я об этом подумаю через 10 минут? Что я буду думать об этом через 10 месяцев, если эта ситуация будет повторяться? И если эта ситуация останется в моей жизни, какой будет моя жизнь через 10 лет? Мне кажется, хороший тестер. Если регулярно вот такие вещи будут повторяться в моей жизни, вот такие, в какой-то модификации, то через 10 лет я могу оказаться, я не знаю где, в какой-нибудь центре. В психиатрии или в онкологии. Или в онкологии, например. Да, или через тело, да, действительно. Или на кладбище. Потому что, как ни крути, мы говорили про треугольник Карпмана, в треугольнике Карпмана происходят игры. И игры психологические, они же для чего происходят? В играх мы удовлетворяем какие-то свои потребности, которые не можем удовлетворить напрямую. И в играх мы взаимодействуем друг с другом. Это такое структурирование времени для людей. То есть люди могут через вот эти игры целую жизнь играть в эти игры. Потому что по-другому у них нет вот этой интимности в контакте. Они не могут разговаривать, не могут договариваться. Они все живут в своих сценариях. И в играх существует трех степеней. И вот если игра первой степени, когда мы можем, например, ну, пример привожу, да, подружки сядут и говорят, ой, мой вчера меня так преревновал, там в этом баре какой-то мужик меня пригласил танцевать, а мой там вообще чуть с ума не сошел. Вообще приехал домой, там психанул, там киданул, этот, я не знаю, выпил бутылку виски. И это первый уровень игры, когда мы об этом можем говорить с другими. Второй уровень игры, который, о чем мы уже не говорим, об этом стыдно. Когда в такой же ситуации он поставил ей фингал под глазом, и она его подружкам уже не несет, а закрашивает тональным кремом и одевает очки, да, солнцезащитные, чтобы этого не увидели. Потому что это уже игра второй степени. А игры третьей степени, они заканчиваются в тюрьме, в психиатрической клинике, либо в больнице, на кладбище или в зале суда. То есть вот это те игры, когда интенсивность накаляется, накручивается, как снежный ком, и уже просто разговорами это не решить. И это заканчивается такими аварийными люками. Поэтому вот то, что ты говоришь, онкология, психиатрия, это игры третьей степени. Джон Готман, а для меня это он просто самая большая величина в области отношений. Я огромное количество его книг читала, все интервью, которые в интернет-пространстве есть, прослушала на английском языке. И он пишет в своих книгах, что если, например, в парах существует амьюз, и если существует обесценивание, то вот обычно он пишет по поводу того, что у женщины уже через 4 года будут развиваться очень серьезные болезни через 4 года. Так что болезни, я думаю, что совершенно никому не нужны. И поэтому, конечно, хочется таким образом контактировать и с собой, и со своим телом, и также с другим человеком, чтобы это было бы кайф, чтобы это было бы, так сказать, счастливо, чтобы это было радостно. Елена, мы с тобой сегодня такое количество вопросов обсудили по поводу темы эмоционального насилия и абьюз в отношениях, как распознать абьюзера. Я с тобой очень хотела бы записать еще одно интервью по поводу того, когда и как расставаться с абьюзером, и также как уберечься от эмоционального насилия и абьюза потом, потому что мы же знаем, все эти сценарии, если их не проработать, то тогда они будут повторяться и будем на те же самые грабли наступать. Так что я очень надеюсь, что мы с тобой сможем еще выделить время на это. Но вот перед тем, как я закончу, я хочу у тебя поинтересоваться, есть ли что-то, что я у тебя сегодня не спросила в контексте данного интервью, и тогда ты можешь добавить, и также хотела бы тебя попросить, чтобы ты завершила интервью какими-то пожеланиями тех, кто нас будет слушать. Знаешь, мне кажется, не спросить ты не могла. Все, что пришло в этот контекст нашего сегодняшнего эфира, оно пришло, что-то осталось, оно придет, или, может быть, тогда оно не так актуально и придет в какой-то другой форме. Я бы хотела бы, наверное, сказать еще два момента сюда, внести в контекст нашей беседы. Ты сказала, что я осталась... Про болезнь, да? Про то, что женщина остается через 4 года с заболеванием, с онкологией, и это обычно подавленный гнев. Это вот исследование Готмана. Исследование Готмана. Да, да, да. То есть если в соматику, то женщина идит, то женщина, подавляя гнев, она остается с болезнью, объясняя, рационализируя, интеллектуализируя, почему так, терпя, будучи вот этим таким родителем для себя, и говоря, да ладно, да вот все, ничего пройдет. Она таким образом подавляет вот эту эмоцию, которая как реакция на границы, на нарушение границ возникает, и она загоняет это в болезнь. И вот ты сказала про чувство такой обиды, которая возникает часто, когда нас обижают, у нас возникает обида, да? Мы ее потом можем опять же как-то объяснить. Но обида – это такой коктейль из двух чувств. Один из них гнев, другой – это печаль. И вот мне бы хотелось бы, наверное, гнев – это про то, что наши границы были нарушены, а печаль – это про то, что нам очень грустно, что с нами так поступает, что мы позволяем с собой так поступить. Печаль – она про то, что мы с чем-то расстаемся, с чем, что уже не вернут. Например, мы расстаемся с образом этого человека, к которому мы представляли, что он так не может поступить. Мы расстаемся с образом себя, что мы думали, что мы никогда не позволим, чтобы нас ударили или еще что-то, подняли руку. Но это случилось. Мы расстаемся с тем, что у нас было какое-то представление, что я смогу, например, построить идеальные отношения. Вот у нас, у моих родителей было, у меня так не будет. И вот это про эту печаль, да? И я хотела бы пожелать как на путстве тем, кто будет смотреть этот эфир, слушать себя, слышать себя. Сейчас очень много информации, и поэтому не игнорировать сигналы своего тела, не забивать этот внутренний эфир, слышать своего ребенка и обучать себя, научаться слышать свои чувства, потому что чувства – это те маркеры, которые всегда… Тело знает все, тело помнит все. Они всегда говорят про то, что с нами происходит. И не подавлять эти чувства, а наоборот, выносить их, рассматривать и ставить себя в центр, ставить своего ребенка, внутреннего, как если бы вы ставили своего реального ребенка, и его потребности, его задачи, чтобы были для вас первичны. Потому что вся наша энергия жизни находится во внутреннем нашем ребенке. И если этот ребенок не защищен, если этот ребенок по отношению к нему совершается абьюз, совершаются какие-то действия насильственные, то капля за каплей энергия жизни из нас утекает, и мы приходим к очень плачевным состояниям, депрессии, болезни и к смерти. Поэтому предлагаю выбирать жизнь. Мы сегодня с Аней таких жизнеутверждающих цветах. Да, и тем более, что... Я согласна. Говорим жизни, да, а у Елены есть даже программа «Скажи жизни, да». Так что призываю вас зайти к Елене и на эту программу. И также, хотя интервью я записываю себя на канале, но у Елены тоже есть свой канал. Заходите к Елене на канал и смотрите ее интервью. Елена, спасибо тебе огромное за это чудесное интервью. А тем нашим слушателям, тем нашим зрителям, которые досмотрели это интервью до конца, пожелание, чтобы вы воспользовались рекомендациями, которые сегодня Елена дала. и также поделились бы этим интервью с теми из ваших знакомых, родственников, кому это интервью может быть очень необходимо. Спасибо большое. Всего доброго всем. Спасибо.